Сегодня в центре хотя бы ветер обдувает, а небо вроде само голубое, чистое, дышится относительно нормально. И вот наша цель, чтобы каждый день мы видели голубое небо. Такие высокие цели ставит перед собой организатор митинга «За чистое небо» красноярец Андрей Сковородников-Эрли. Говорит, сам он не эколог, но устал жить под черным небом. Одна из причин плохой экологии считает Андрей превышение предприятиями количество вредных выбросов. А задача властей – ловить за руку нарушителей. Требования контроля выбросов, требования установки новых экологических систем на предприятие, реальный план и с реальным сроком переходную газификацию. Митинг ожидается массовым. У людей это всех, у любых слоев, взглядов, настроение достало вот эта проблема черного неба. И вот вместе выйдя, создав резонанс, люди могут составить власти что-то начать делать. Организатор митинга говорит, подготовка резолюции мероприятия проходит с участием экологов-экспертов. Свои предложения готов нести и сопредседатель Красноярского экологического фронта Сергей Шахматов. По его мнению, в перспективе ближайших трех-пяти лет в городе надо запретить продажу бензина ниже класса Европять. Большую лепту в загрязнение воздуха вносит эпичное отопление, говорит эксперт. Внушительная доля и у промышленности. Хотим предложить губернатору все-таки рассмотреть вопрос о том, чтобы были проведены с нашими основными финансово-правочными группами переговоры. И, допустим, с энергетиками все-таки обсудить планы и сроки конкретной перехода работы наших ТЭЦ. Просто сжигание угля, ну, допустим, на технологию газифицированного угля, что тоже позволит снизить выбросы. А вот еще один активист Евгений Ходос окончательного решения об участии в митинге пока не принял, но поделился своим видением причин плохой экологии. В советское время было гораздо больше промышленных предприятий, было гораздо меньше транспорта, но была гораздо лучше продуваемость города. В пределах последних 25 лет наметилась определенная тенденция. Конечно, число промышленных предприятий сократилось, но значительно увеличилось количество автотранспорта и значительно ухудшилась продуваемость города. Однако не все экологи считают, что митинг может изменить ситуацию. Накануне в эфире программы «После новостей» ведущий специалист Института химии Сергей Михайлюта заявил, что сначала нужно понять, что не так в системе управления качеством атмосферного воздуха. Они хотят идти на митинг, потому что, мне кажется, даже пускай никто не обижается, возникает желание, может быть, у них переложить ответственность на власть. Вот, типа, мы хотим чистого воздуха, а вы нам не даете. А власти при этом тоже что-то делают и говорят, ну вот мы же что-то делаем, а вам это не нравится. И это будет бесконечно продолжаться, это уже 8 лет продолжается. Организаторы митинга ожидают, что участниками мероприятия станут около 2000 человек. Сегодня мы спросили у горожан, если мероприятие будет окончательно согласовано с властями, придут ли они на митинг и почему. Экология у нас очень страдает в Красноярске. Я бы хотела поддержать то, чтобы у нас хотя бы были видны крыши домов, многоэтажек, потому что очень трудно дышать. Поэтому бы я бы ушла подозрать. Для того, чтобы чистое небо было, потому что задыхаемся уже невозможно. В ноги болеют, сами болеем, дышать-то нечем, совсем нечем. Я не думаю, что это каким-то образом может повлиять на нашу ситуацию. Такие решения принимаются где-то там далеко в Москве, за Кремлевской стеной. Митинг за чистое небо должен состояться в Красноярске в субботу 18 марта на Красной площади. Оргкомитет сначала хотел провести мероприятие на площади революции перед зданием правительства Красноярского края. Но, по словам организаторов, мэрии, ссылаясь на то, что будет большое количество участников, предложили митингующим собраться здесь. Впрочем, окончательный ответ от власти организаторы должны получить в понедельник, 13 марта. Татьяна Стрельцова, Владимир Антонов, Новости ТВК.